Роботы для развлекательных мероприятий Наиболее востребованным на мероприятиях является робот по имени Титан Давайте посмотрим одно из его выступлений Впечатляет? На самом деле двухметровый монстр представляет собой весьма оригинальный и интересный по своему дизайну роботизированный костюм Внутри которого находится человек Его вес вместе с транспортером составляет около 350 килограммов А высота 2 с лишним метров Ширина полтора метра Голова Титана оснащена компьютером, благодаря которому робот разговаривает, поет, мигает глазами и даже плачет Известность к Титану пришла после того, как его разработчик Ник Филдинг принял участие в популярной телепередаче «Большой завтрак» с Джонни Вон После звездного часа робот получил постоянное место работы в развлекательном центре «Миллениум дом», где Ник познакомился со своим будущим партнером по имени Антон, с которым в дальнейшем они начали устраивать настоящий шоу роботов Сегодня Титан выступает на самых разных мероприятиях Особенно часто его приглашают на презентации фильмов, карнавалов, фестивалей, ярмарки и даже на корпоративные вечеринки Титан уже побывал во многих странах Европы и в США А во время проведения Олимпиады он посетил Сочи, где танцевал с болельщиками под современные хиты Кстати, москвичи, желающие лично познакомиться с роботом, совсем скоро смогут сделать это на балу роботов, который будет проходить с 15 мая по 15 июня в центре Artplay Если создатели Титана не скрывают, что это роботизированный костюм, то о нашем следующем герое говорят, что это настоящий радиоуправляемый робот Недавно на московском фестивале Geek Picnic был представлен персонаж по имени Роботрон По виду он очень похож на робота Титана, такой же высокий и устрашающий Но представители компании говорят, что внутри него нет человека, оператор управляет монстром удаленно Более подробную информацию создатели не раскрывают В промо-ролике компании сказано, что в роботе применены некие передовые секретные технологии, рассказать о которых они нам не могут Однако на фестивале Geek Picnic робот не показал никаких выдающихся достижений, кроме того, что качал руками и головой под музыку и даже не разговаривал Но представители компании надеются, что в будущем будут устраивать настоящее шоу с участием дрона В этом можно поверить, если учесть тот факт, что компания, продвигающая роботроны, является представителем американской корпорации King Robota Которая уже несколько лет устраивает эффектное шоу с участием различных роботов, основная часть которых, как я подозреваю, все же роботизированные костюмы Еще одна разновидность роботов для мероприятий — это роботы телеприсутствия, то есть управляемые механизмы, которые передают изображение и звук от робота к оператору и обратно Таким образом, оператор может через робота взаимодействовать с людьми, общаться и выполнять различные команды Подобная интерактивность делает дроида эффектным маркетинговым инструментом Ведь он может не просто разговаривать с людьми, а рассказывать о продуктах или услугах различных компаний и продвигать их таким образом Например, корейская компания Fura создала андроидов с экраном вместо головы, на котором изображено лицо японской девушки в стиле аниме Она улыбается или жмурит брови в зависимости от выражаемых эмоций Второй монитор с сенсорным экраном робот держит перед собой в руках Он служит для информирования посетителей и отображения различного рода контента Роботы Fura успешно работают на выставках, развлекательных мероприятиях, а иногда даже проводят экскурсии Пожалуй, самыми известными роботами телеприсутствия в нашей стране являются разработанные российскими специалистами роботы AirBot Они имеют обтекаемую форму туловища и подвижную голову, в которую встроены камеры и микрофоны Передвигаются миловидные создания с помощью колесного шасси Роботы уже более пяти лет работают на различных выставках, концертах, корпоративных и прочих мероприятиях по всей стране и даже за рубежом Их корпус брендируется логотипами компании заказчика, а на груди размещается монитор, на котором может отображаться различная визуальная информация Главная задача AirBot на мероприятии — это попросту тусоваться с гостями, по-другому не скажешь Они поддерживают диалог с посетителями, шутят, танцуют, рассказывают невероятные истории, иногда даже поют Управляются роботы с обычных компьютеров, специально обученными операторами, которые во время своей работы могут находиться где угодно, даже на другом континенте Голос оператора может быть изменен до неузнаваемости с помощью специальной программы Так что в зависимости от ситуации он может разговаривать голосом Дарт Вейдера, наивной девушки или пришельца А на этом все, пишите в комментариях к этому видео, какого робота вы бы хотели пригласить на свой день рождения, чтобы зажечь с ним по полной Подписывайтесь на наш канал, чтобы не упустить ничего важного в мире высоких технологий А я прощаюсь с вами до следующей недели, пока! Субтитры сделал DimaTorzok